Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои видео обзоры краткие-краткие различных сортов томатов и перцев. Как всегда в двух словах скажу, зачем я это делаю. Начинающие садоводы и огородники при выборе сортов очень теряются, особенно когда придут в магазин. Там тысячи, сотни тысяч вот этих вот различных картинок. Выбрать очень сложно и вряд ли кто-то в магазине каждый сорт берет и заднюю сторону читает. Начинала я, несколько сортов описывала, вот ультраскороспелый, мы уже с ним познакомились, льдинка, это все пригодные Петергоф для выращивания в холодном климате. Но я побоялась, что у многих из вас может создаться впечатление, что все сорта вот сибирские, которые я описываю, они обязательно скороспелые, они обязательно среднего размера. Но я вам хочу сказать, что это не так. В последнее время очень-очень много сортов выведено именно сибирскими селекционерами крупноплодных, но совмещающих в себе и скороспелость, и крупноплодность. Это вот бычий лоб, огромный у него такой плод. Потом пудовик, видите, какой красивый. Потом ботяня, вот ботяню многие хотят вырастить. Это современный, очень хороший томат сибирский. Сейчас о нем я и расскажу. Она у меня, конечно, немножко грязная, извините, она прошла со мной в этом году по огороду. Томат крупноплодный, ботяня, новинка. Очень удачный сорт сибирских селекционеров, сочетающий такие нужные качества, как скороспелость, крупноплодность, высокую урожайность и отличные вкусовые качества плодов. От сходов до начала созревания 90 дней. Растение высотой 1,7-2 метра. Обратите внимание, высокорослая. Выращивается в стеклянных и пленочных теплицах, либо в открытом грунте, в коловой культуре. Плоды сердцевидной формы с носиком, очень гладкие, блестящие, малинового цвета, массой 200-350 грамм, сахаристые, сладкие. Период плодоношения длительный. Общая урожайность до 17 килограммов с квадратного метра. Это очень хорошая урожайность для томатов, которые могут вызреть свой плод, созреть в открытом грунте. Посев на рассаду. Ну тут все как обычно, за 50-60 дней. При высадке на 1 метр размещают 3 растения, формируют в 1-2 стебля с посынкованием и подвязкой. Ясно, что подвязка, большие плоды. От себя хочу сказать, что я в этом году выращивала тоже этот сорт, но в этом году не очень удачный у нас был климатические условия. У нас град, ну вот у меня именно, град побил полусозревшие вот эти вот плоды ботяне, и они вместе с тем, как начали дозревать, вот эти дырки начали загнивать. Я семян с него собрала нынче очень мало, и многие, кто хотел приобрести, им они не достались. Но скажу от себя, что действительно, вот все, что там написано, красивый плод, такой розово-малиновый, видите, какой яркий. Во-первых, он крупный, и он созревает не когда-то в сентябре, а если его посадить вовремя, можно и в июле получить. Вот эта снежинка, о которой я говорила, она говорит о том, что этот томат можно выращивать и в регионах с холодным климатом. Так что, если вам нужен крупный, но выносливый томат, ботяня подойдет идеально. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова и Огородная Азбука с кратким обзором сорта сибирского, выносливого, вкусного, крупноплодного и урожайного ботяня. Следующий сорт в следующем видеообзоре.